Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмири и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Вы заметили, что в последнее время я снимаю как можно больше мукбанков видео про еду. Некоторым людям это немножко поднадоело, поэтому я решила снять видео немного другого формата. Сегодня мы с вами будем готовить. Бюджет у нас с вами будет ограничен 500 рублей, а это делает 13 азербайджанских монат. Мы будем готовить романтический ужин и даже я прикупила свечи. Все чеки я сохранила и сейчас продемонстрирую вам, чтобы вы поверили в правдивость этого эксперимента. Посмотрим, насколько разнообразный стол можно сделать всего на 500 рублей. Идей у меня много, будет 2 блюда и десерт. Все, что вы видите на столе, было куплено на 500 российских рублей, что делает 13 азербайджанских монат. Вот как вы видите, один монат даже остался. Все чеки я сохранила, поэтому мы подробно сейчас все это рассмотрим и я вам расскажу, что почем я купила. Как вы видите, у нас даже будет вино. Для десерта я купила йогурт, клубничку и печеньки. Как вы видите, за клубнику я заплатила 75 копеек. Я специально покупала в маркетах, чтобы ценники присутствовали на продуктах. Далее, значит, здесь печеньки, за которые я заплатила 36 копеек. Йогурт у нас с вами стоил 1 монат 60 копеек. И это все у нас для десерт. Одно из блюд у нас с вами будет картофельная запеканка с фаршем. Для этого я прикупила, значит, фарш. Здесь картошка и лучок. Хотя я лук не очень люблю, но с ним вкуснее. Как вы видите, здесь ценник 75 копеек. Фарш у нас с вами стоит 2 моната 70 копеек. Здесь на чеке это все наглядно видно. Также я, кстати, купила для романтического ужина вот такие вот свечки. У нас есть магазины как фикс прайс. То есть за 1 монат я купила 6 свечей. Да, 6 нам не понадобится. Понадобится всего одна. Но, к сожалению, они продаются вот так вот в комплекте. Поэтому пришлось взять 6. И также, конечно же, вино, которое я купила всего за 3 моната. Для запеканки также нам понадобится сметана. Также в маркете я взяла помидорки и огурчики. Ценники также имеются. За 2 помидора я отдала 9 копеек. Не поверите, но огурчики тоже стоили 9 копеек. Какая я точная дама. И последнее, что мы взяли, это лук. Как вы видите, 23 копейки. Один монат у нас остался. Но нужно учитывать тот момент, что соль, масло, перец. Это все будет из дома. Поэтому этот монат мы вычитываем на эти продукты. Первое, что мы будем готовить, это десерт. Почему я решила начать именно с десерта, я могу объяснить. После приготовления десерта необходимо, чтобы он настоялся в холодильнике и охладел. Поэтому начнем именно с него. Что я делаю в первую очередь? Беру клубнику. И нарезаю вот такими вот ломтиками. Несколько штук необходимо оставить. Ими мы будем украшать наш десерт. Как вы видите, клубнику я нарезала. Оставила две штуки вот такие вот целые, красивые. Они будут у нас украшать. Далее, значит, берем печенье. Их нам необходимо размельчить. Для этого я беру обычную скалку. И вот таким вот образом... Я специально взяла такие вот хрустящие, чтобы было легко их размельчить. И превратились они в такую вот однородную массу. Все. У меня, значит, печенье измельченное. Помещаю в миску. Я приготовила уже две такие посуды, которые идеально впишутся в этот вечер. Открываю йогурт. Он у нас уже с фруктами. Вот такого вот интересного цвета. Беру печенье. Делаю несколько слоев. Будет и выглядеть аппетитно, и вкусно. Берем йогурт. Теперь самый интересный этап. Опять печенье. Жалко, видео не передает ароматов. Это так классно пахнет. Далее поочередно опять у нас идет йогурт. И в центр кладем одну. Посыпаем все это дело печеньками. Посмотрите, как красиво получилось. Очень аппетитно выглядит, а как пахнет вообще сказка. Что я делаю далее? То же самое проделываю со второй. И помещаю все это в холодильник. За кадром я все подготовила, чтобы не тратить ваше драгоценное время. Как видите, здесь фарш. Я его поделила на две части. Из этой маленькой доли у нас будут котлетки в форме сердечек, между прочим. А здесь у нас с вами будет основное блюдо. Это запеканка. Фарш у меня куриный. К сожалению, в говяжий я не уложилась. Выходило очень дорого. Пришлось бы отказаться от вина. Но какой же романтический ужин без вина. Поэтому обойдемся как-нибудь и с куриным фаршем. Далее, значит, здесь у нас картошка, которую я предварительно очистила. Помыла под проточной водой. Сейчас буду ее нарезать. И будем из нее готовить пюре. Нарезать можно и крупными дольками. Потому что все равно мы будем готовить из этих картошек пюре, которое будет входить в нашу запеканку. Получиться должно все очень вкусно. И красиво. Как вы видите, картошку я нарезала. Для пюре также нам понадобится лук. Я взяла большой. Хотя я не являюсь особым фанатом лука. Но с ним пюре получается очень-очень вкусным. Это все помещаем к картошке. Заливаем все это дело водой и ставим на плиту. Тем временем, пока это все дело будет вариться, мы будем готовить котлеты. Пока это все дело будет вариться, мы будем готовить фарш для нашей запеканки. Добавляем соль и также куркуму. С ней получается пюре очень красивого, такого интересного цвета. Вот вам сейчас кажется, что лука много, но в процессе варки он просто растворится. Пока у нас картошка варится, мы подготавливаем фарш. Для этого в сковородку наливаем масло. У меня топленое. Вы можете использовать то, которое вы любите больше. Сюда же мелко нарезанный лук. Если помните, в начале видео я вам говорила, что фарш я разделила на две части. Вот сюда мы помечаем вот эту вот большую часть. А эту оставляем на котлетке. Далее, значит, соль, перец по вкусу. Я, например, люблю, когда блюдо насыщенно соленое, так скажем. Просто поджариваем. Пюре у нас уже готово. Фарш, как видите, тоже уже готов. Приступаем к самому ответственному. Начинаем выкладывать картофельную запеканку. Я постелила пергаментную бумагу в противень. Противень я взяла специально небольшой. И сюда же обычное подсолнечное масло. Также и края обрабатываем. И сам противень. Что касается нашего пюре. Мы ровно половину помещаем в противень. Теперь разровняем. Теперь разровняем. С первым слоем мы как-то разобрались. Теперь выкладываем весь фарш. Фарш у нас будет один слой. Поэтому все, что у нас есть, мы помещаем на противень. Распределяем равномерно. Чтобы не было участков, где мясо побольше, где поменьше. Я думаю, что это получится даже не на два человека, а на всю семью. Далее следующий слой картошки. Вот такая вот у нас сметана. Густая. То, что надо. Помещаем в духовку на 10-15 минут при температуре 180 градусов. И осталось у нас последнее. Приготовить котлеты в форме сердечек. Предварительно я, значит, приготовила картошку, натерла на терке. Мелко нарезала лук. И здесь у нас немножко фарша осталось. Все эти ингредиенты мы соединяем. Добавляем также по вкусу соль, перец. И перемешиваем. До однородной консистенции. Я сформировала вот такие вот сердечки. Мне кажется, получилось очень красиво. При помощи вот такой вот формочки для печенья осталось самое сложное. Аккуратно их обжарить, чтобы они не развалились. Также еще вместе с сердечками у нас будет жареная картошка. Вот смотрю, нарадоваться не могу, как классно получается. И аппетитно смотрится, и интересно как раз сердечки. Несколько штук я уже перевернула. Посмотрите, какая красота получилась. Далее мы с котлетом жарим картошку. Вот таким вот образом. Котлеты у нас уже готовы. Все у нас готово. Сейчас будем показывать и пробовать. Дорогие друзья, у меня, значит, все готово. Я просто не могу нарадоваться. Неужели это все просто стоит 500 рублей? Я в шоке, реально. Мы в ресторанах конкретно переплачиваем. Так что, девочки, у кого есть любимые, обязательно нужно это все дело организовать. Что я делаю? Зажигаю свечи. Здесь кого-то не хватает. Вы чувствуете? Вот я чувствую, что вот кого-то конкретно нету. Но ничего, не беда. После этого видео, когда люди увидят мои таланты, я думаю, что здесь кто-то обязательно появится. Правильно? Значит так, с чего бы начать? Давайте начнем с первого. Это запеканка. Очень красиво выглядит. Нарезаем. Здесь, знаете, даже не на два человека. Наверное, на целую семью. Аккуратно. Вообще, я вам так скажу, это моя любимая часть видео. Очень вкусно. Если вы не заметили, тут у меня, значит, еще и салатик. Помидорчики, огурчики. Все как полагается. Десерт. Это вообще произведение искусства. Выглядит очень-очень красиво. Как говорится, сама себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Вот я и хвалю. Далее, значит, пробуем котлетки в форме сердца. Еще добавим. Субтитры сделал DimaTorzok На самом деле получилось очень сытно, очень вкусно и недорого. Если нету возможности открывать какую-то поляну, видите, все вроде стоит недорого. Стоит только захотеть. Да и вообще, я думаю, знаете как, самое главное это внимание. Вы можете просто такой десерт приготовить, поставить свечки, готово. Давайте я не буду наедаться и сразу приступлю к десерту. Потому что выглядит он нереально. Это на самом деле очень вкусно. Вообще, я очень люблю клубнику. Ну, это вообще божественно. Хотя я вообще не сладкоежка. Это реально очень вкусно. И фишка в том, что здесь именно клубника. Я думаю, что если бы здесь был бы ананас или, например, банан, он бы слишком был плитерно-сладким. И смотрится очень красиво и вкусно. Просто не могу остановиться. Вообще, если вам нравятся вот такие информативные именно видео, то пишите обязательно в комментариях. Потому что мне, естественно, очень интересно ваше мнение. Я все читаю по возможности, стараюсь отвечать. Поэтому пишите. На этом, наверное, я буду закругляться. Если вам понравилось это видео, как всегда, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь, для меня безумно приятно. Также обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка тоже будет в инфобоксе. Всем желаю найти свою вторую половинку, если у вас ее нет. А если есть, то обязательно сделайте такой сюрприз. Чем вам не идея? Всем пока!